и привет друзья алекс на связи в следующий выпуск также утро спускаемся к пляжу и вот давайте покажем вам здравствует снова у нас субботнее утро посмотрим как пляж выглядит выглядит субботу также спускаемся по нашей тропинке новая у нее футболка заказали с лазадой белая но и у меня тоже в общем то но так что давайте давайте посмотрим пройдемся сегодня немного раньше вышли но небо затянуто облаками поэтому не гарантируем красивый красивый закат что в общем то не каждый день вы должны понимать но все равно попробуем попробуем увидеть то что то что есть так и по памяти попробую ответить на некоторые пока у нас есть время на некоторые комментарии которые написать интересный один комментарий недавно человек пишет что жена через какое-то время понимает что ее будет то что зароется в землю кстати это достаточно интересная мне мысль тоже такая приходила на основании наблюдения на основании наблюдения тоже одной одной пары здесь где вот короче может быть такое действительно то есть да в общем то конечно же вполне возможно жената как-то понимает это вот моем случае я не замечал по поводу рослин каких-то вообще не честно говоря никаких то вообще не замечал чтобы она пыталась как-то получить какую-то там сумму или как то так то есть даже я бы сказал она у них так слишком как бы не очень думают о будущем вот как-то так вот так вот так сейчас нормально ну и все и хорошо вот ноги я знаю и одну пару по крайней мере где вот я подозреваю что вдруг смотрите достаточно красиво жена начала всякие стройки строю них есть дом но они начали его жена начала резко его реновацию делать то есть обновлять там что-то достраивать и потом мне сказали тоже по слухам что она сказала там другой что вот шо ж вот у меня уже до мне это так и останется вот поэтому я и так и стараюсь что в общем то как бы это понятно чтобы здесь вот но расчетливо здесь было так сказать на лицо конечно да то есть более такая более расчетливая филиппинка но это все в общем то достаточно видно вы можете просто выбрать то что вам подходит в общем то все все-все в общем то выбрать все это все это очевидно все это очень быстро я не я не знаю мне не общаюсь с той филиппинкой просто некоторые слухи которые вот так доходят и из них уже можно очень большую большой вывод вывод сделать и пользу меня также спрашивали по поводу один человек спросил меня папку по поводу как ну как в семье семье ну как улучшить отношения в семье я сейчас готовлю одну один выпуск уже на другом своем канале психологическом и но в любом случае я поделюсь с вами потому что это действительно интересное явление здесь которое я не наблюдал для своих прежних жен и в общем я прямо скажу я должен признать я в прошлом делал ошибку сам сам по поводу отношений как как вести себя когда отношения с он между вами улыб ухудшились так как ссора вот возникла что-то вам не нравится что делать и дайте еще раз посмотрим достаточно достаточно немного дождь идет вы наверное не видите но не некоторые дождь сейчас идет и обратите внимание как спокойная вода прямо как говорили как в озере а дальше смотрите что могу с вами поделиться вот допустим что-то не вы вы друг другом там что-то не что-то не понравилось что-то вам друг друга вы так на друг друга обиделись что-то там или жена сделала что-то не то и муж сделал что-то не то как я поступал раньше что сейчас считаю неправильным ошибкой допустим что-то мне не нравится в прошлом и я сразу начинаю какое-то выяснение отношений а вот а почему ты это все сделала почему ты так а почему ты так и как бы такое ругать и это вроде бы вроде бы как дула к это естественно да но теперь здесь у нас не несколько по-другому вышло это вот когда такие ситуации появляются не знаю как это так случилось но я просто делаю паузу перестаю общаться и то есть не пытаюсь сразу же как-то повыяснять все отношения что там такое и во всех случаях как оказалось она сама все выясняется благодаря тому что то есть филиппинка моя жена она для нее семья это самое главное вот это качество которое филиппинок которое я раньше и говорил о нем и и вот самое ценное для нее это самое главное поэтому если между нами происходит какое-то непонимание она старается изо всех сил чтобы в будущем его не было то есть она как-то меняется то есть и как фанатов нормально это все то есть мне даже по большому счету не надо ничего объяснять я вот вспоминаю когда с прошлыми женами мне нужно было что-то объяснять им что-то вот это так это так ты не делай то ты не делай то здесь вот с филиппинкой мне достаточно просто показать что мне это не не понравилось что меня это расстроило ну это очевидно я просто ну вот там что-то не расстроила я так замолкаю в общем-то перестаю общаться до несколько часов и этого достаточно этого достаточно моя жена сейчас она для нее это все что нужно ей сказать и не надо учить она все сама понимает что видишь я расстроила что-то может быть не то сделала может быть про как-то может не по и не обязательно ее вина просто как-то что-то не то сделала может не знала не обязательно как такая при как пренебрежение там просто может быть и но он я всегда во всех случаях я замечал что она старается исправить это исправить очень часто почти что всегда если действительно ее вина она извиняется у нас принято в семье и я это дело поддерживаю если один из нас сделал что-то не так какую-то ошибку просто извиняться я перед ней извиняюсь часто вот даже специально чтобы это как нормой стала что-то в какой-то меня мелочь там это говорю о извини так чтобы и и она извиняется я слышал но как мне говорили некоторые люди очень плохо относятся к извинениям они считают что извинение это признак слабости но я так не считаю и с филипинками мне с филипинкой моей женой сейчас очень приятно то что она реально если что-то сделала не так она реально извиняется то есть для нее это не как не оскорбление мои прежние жены ни разу не извинялись передо мной вот ни разу вот я не помню чтобы ни разу не извинялись передо мной это был просто как какой-то я ни в коем случае не извинюсь все вот здесь ко сми ляжу лягу и но не извиняюсь вот здесь с этим намного проще то есть о чем говорит вот это извинение о том что они готовы меняться и так а так оно и происходит так оно и происходит то есть если что-то не так я чем-то расстроен я не скрываю это показываю мы показываю это в ограниченном виде мне не надо сейчас бить чашки помните мы говорили бить чашки там что показать этого не надо потому что моя жена очень переживает когда такое ну просто я сейчас не хочу ее там реально мне достаточно ну не знаю просто нахмурится я нахмурился все она уже все понимает что что-то не то и и это мы делаем она делает это самостоятельно то что мне надо сидеть и обсуждать вот и сделала то вот и сделала то она это просто делает самостоятельно и это очень здорово поэтому у нас мы мы не практически не обсуждаем эти вещи потому что она самостоятельно все исправляет и поэтому мы избегаем различных каких-то обвинений друг друга ты вот то сделала ты вон то сделал потому что если вы начинаете говорить человеку тому ты там кто-то неправильно сделал чтобы не нравится и он говорит а вот это уже то неправильно сделал и это начинается начинается в обычные нескончаемые ссоры которые могут ну в общем то еще никуда не привести я думаю вы каждый из вас знает такие ситуации когда вы начинаете что-то выяснять а потом цепляетесь за новое за новый потом уже не понимаете с чего начали вот я помню со своей первой женой что-то выясняем 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 потом я уже не понимаю а с чего это все началось почему потому что почему попадаешь такую ситуацию то что я ее в чем-то пообвинил потом она меня что-то пообвинила потом я ее в ответ потом и в конце концов уже находим за какие-то вещи которые уже совсем не связаны уже обсуждаем те вещи которые не связаны с тем откуда сам спор или конфликт начал развиваться поэтому если кому-то интересно то моя рекомендация состоит в том что если у вас какой-то конфликт морозьте его то есть не начинайте сразу обсуждать его потому что если вы начнете его сразу же обсуждать вы уже в расстроенных чувств правильно то есть вот что-то не так вы уже в расстроенных чувствах и поэтому когда вы обсуждать будете или там человеком то говорить ты нету и будьте говорить это эмоционально и ваш партнер тоже начнет эмоционировать и в результате все это начнет закручиваться как такой ком нарастать нарастать поэтому моя рекомендация состоит в том чтобы что-то что-то пошло не так какой-то конфликт морозьте его делайте паузу не общайтесь несколько часов пока вы не почувствуете что вы остыли пока вы остыли и вот тогда можно если еще понадобится вот моем случае вот сейчас дальнейшее какое-то обсуждение уже не понадобится я уже вижу что моя жена сама все исправила ну я естественно тоже то есть тоже так проверяют может быть я там сделал может быть надо следующий раз что-то по-другому делать по-другому говорить вот вот этого и хотел с вами таким своим может быть открытием которые вот на филиппинах я вот в новых отношениях я сделал и считаю это таким важным как бы для меня это очень интересное такое понимание открытие вот но еще был комментарий по поводу того что эти все мои рекомендации они не имеют смысла для человека потому что человек руководствуется эмоциями я не считаю так что не имеет смысла потому что может быть какое-то время они не будут работать но постепенно человек вот допустим мне в детстве какие-то вещи говорили в общем правильные а я их не слушал не слушал какое-то количество лет а потом когда я начал понимать что что-то идет не так жизни или как-то я начал их вспоминать и они оказались в как бы в готовом виде и я смог постепенно начать применять те рекомендации вот давайте монолог монолог закончен давайте немножко зайдем посмотрите какая чистая вода вода изумительно чистая и очень спокойная как правильно сказал один комментарий прямо как как каком-то озере но действительно так действительно так так все друзья вот мы устроились так что будем сейчас купаться всем привет всем спасибо за вашу поддержку спасибо за то что посещаете общаетесь на со мной на интересные темы отвечаете или что-то пишите ваше мнение интересно так что всех вам благ до связи спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!